летний жаркий день полуденный зной цветение дикой розы приходится на все лето нежные лепестки сначала украшают весь куст а затем легко разносится ветром наступает самая пора сбора и делать это нужно аккуратно и чисто ибо лепестки мыть в процессе не желать душистые ароматные цветы никого не оставляют равнодушными и привлекают внимание всех кто пролетал рядом также мне пригляделась эта пиановидная роза лепестками которой я решил разбавить будущие вины материалы приступаем к приготовлению сиропа наполняем кастрюлю водой доводим до кипения засыпаем 500 граммов сахара и ждем готовности сиропа в процессе его необходимо помешивать чтобы сахар полностью растворился далее наполняем сбраживаемую емкость лепестками снимаем сироп сакня и наполняем им банку для комфортных условий жизни винным дрожжам необходимо и кислотность ложка лимонной кислоты создаст необходимую среду доливаем смесь родниковой водой тщательно перемешивая содержимое затем заселяем его винными дрожжами прекрасной замены которому кстати может выступать обычный изюм обычно я им и пользовался но решил открыть для себя нечто новое посмотрим как это повлияет на результат поначалу лепестки роз плавали в воде будто не замечая ее буквально через сутки стала заметно ярко розовая взвесь отдаваемая лепестками уже через неделю она практически полностью заполнила банку и настало время перемешать ее содержимое вскрыть перчатку было непросто ибо сахарный сироп намерто приклеил ее к стенкам банки перемешиваем сусло и рубиновый окрас быстро насыщает его делая однородным по совету младшего научного затрудника мы решили дать возможность лепесткам сделать вино еще более насыщенным и ароматным перчатка быстро поднялась вошла в рабочий режим газ уже образуется в небольшом объеме поэтому герметичность очень важно в этом неоспоримый плюс перчатки старого метода проверенного временами по истечении еще недели необходимо отделить мезгу от сусла позволив ему тем самым добродить самостоятельно достаем уже отдавший цвет аромат и вкус лепестки а затем процеживаем все через тряпичное полотенце вина еще не доброжена процесс это весьма небыстрый однако приятный цветочный аромат успел наполнить помещение снова заполняем процежным суслом банку и продолжаем наблюдать за процессом состоящим в основном и снятия вина с осадка пробы и фильтрации конец еще одного прошедшего месяца ознаменовался окончательно в завершении брожения вино фактически готово к употреблению о чем также свидетельствует аромат под крышкой однако теперь вкусовые качества вина будут прямо зависеть от проведенного им времени под пробкой год выдержки для этого напитка обязателен в течение этого времени вкус и трансформируются уходит резкость и вино становится еще мягче сейчас вино совсем молодое однако во вкусе аромате уже можно уловить восточную муку мед и цветочную пульцу запах который выделяется сильнее всех и заметно отличается от той что наполняется цвете живых цветов он представляется более сладким и мягким я бы не назвал вино из роз сам интересно однако прямо сейчас сидя за окном у обравленного каплями осеннего дождя окна делая глоток лепесткового вина невольно возвращаешься в те яркие и солнечные летние дни частичку которых вино затаило в себе вино получилось таким как я хотел и в следующем году я надеюсь повторить эксперимент и сделать его еще лучше если вам понравилось видео поставьте лайк а на этом все до новых встреч а